Скотоводство и разновидности породы коров. Галштинская. Производительность галштинской коровы может достичь до уровня 5500-11000 литров молока. Отличается высоким содержанием жира, 3,9-4,2% и 3,2-3,6% белка. В среднем производительность может достигать 7098 литров молока в период лактации. Номинальные коровы дают в среднем 6486 литров молока за 305 дней лактации в год. Показатели удоя галштинской породы коров колеблются в разных странах. Они зависят в первую очередь от климических условий. И рациона. Красная датская. Экстерьер коров красной датской породы кайрес характеризуется глубоким, широким, с округлыми формами туловищем на средних и даже низких конечностях, хорошо развитой мускулатурой, большим округлым или чешообразным выменем. Высота в холке в среднем 127 сантиметров, ширина груди 50 сантиметров, ширина зада в маклоках 55 сантиметров, глубина груди 69 сантиметров. Средняя живая масса коров 550-650 килограммов, быков 1000-1300 килограммов. Швейцкая. Первую очередь интересует тех лиц, кто желает купить в личное подсобное хозяйство. Швейцкую корову. От одной коровы можно получить от 3 до 3,5 тонн молока жирности от 3,6 до 3,8 процентов. Племенные хозяйства показывают более высокую продуктивность. До 5000 килограмм и жирность до 4 процентов. Белка содержится в продукте от 3,2 до 3,6 процентов. Высокопродуктивные швейцкие буренки дают от 9 до 10 тонн молока в год. Сементальская. Разброс веса у данной породы достаточно большой. Взрослая сементалка может весить от 550 до 900 килограммов. Бык – от 850 до 1300 килограммов. Это зависит от того, в каком направлении велась селекция конкретной популяции сементалов. Новорожденные телята весят от 35 до 45 килограммов. Они хорошо реагируют на откорм и в шести месяцам живой вес теленка составляет уже 180-230 килограмм. В год разница между телочкой и бычком составляет более 100 килограмм. Годовалые телята весят от 230 до 350 килограмм. При грамотном откорме среднесуточный привес – 0,85 – 1,1 килограммов в сутки. В год бычков и выбракованных телок отправляют на убой. Абердин ангус. Телята абердин ангусской породы рождаются небольшими, масса их тела составляет 22-28 килограмм. Телочки при этом весят 22-25 килограмм, а бычки – 25-28 килограмм. Растет молодняк буквально по часам и к шести месяцам на материнском молоке наедает до 180 килограмм. Когда телят лишают коровьего молока, они уже весят до 230 килограмм, прибавляя в сутки по 1000 грамм, к трем годам они могут достичь от 430 килограмм до половины тонны веса. Полновозрастные коровы достигают 500-550 килограмм, а живой вес быков – 750-950 килограмм. На откорме вес взрослого абердин ангусского быка может доходить до 1000 килограмм. Хорошие зрелые буренки весят от 650 до 700 килограмм. С таких животных получается от 60 до 70 процентного убойного выхода. Ширале. Коровы ширале представляют интерес не только как источник мясной продукции. Они дают достаточно жирное, до 4,1 процентное молоко, в среднем до 2,5 тонн в год. Крайне редко показатель доходит до 4 тонн. Однако основное направление – мясное и ширале в этом себя полностью оправдывают. Толято рождаются очень крупными, от 30 килограмм. Фиксируются случаи появления на свет потомства с весом по 55-70 килограмм. Интенсивный рост продолжается до 2-х лет и в среднем за сутки при весе составляют 1,0 – 2,0 килограмм. У породы сильно проявляется половой деморфизм, коровы отстают от более крупных быков ширале. А они в свою очередь вырастают больше тонны, обычно масса находится в пределах 1000 – 1600 килограмм, хотя некоторые быки поражают воображение и набирают до 2000 килограммов. Для коров ширале нормальным весом считается 600-750 килограммов, однако есть случаи, когда они набирают более 800 килограмм. Гирифорд. Теляты гирифорды рождаются с массой тела 27-36 килограмм, бычки соответственно крупнее телочек. Благодаря крепкой конституции, телятся коровы легко, и смертность. Новорожденных телят минимально. При должном уходе и хорошем кормлении растут телята очень быстро, да и вообще отличаются скороспелостью. Взрослые коровы весят в российских племенных хозяйствах до 600 килограммов, быки – до 850. Гирифордская порода КРС – быки и коровы. Поскольку порода мясная, то и молока она дает немного – около 200 килограмм. Зато убойный выход составляет порядка 60%, а иногда достигает и 70%. Мраморное мясо гирифордов сочное и питательное, благодаря высокому содержанию калорий, волокна тонкие с равномерной жировой прослойкой. Мясные качества передаются новым поколениям рогатого скота, поэтому специалисты пользуются этими знаниями при скрещивании коровы гирифордской породы с особями других пород. Лимузин. Коровы породы лимузин дают мало молока. Среднегодовые удои – 1,3 – 1,8 тонн. При этом молоко жирное до 5%, содержание протеина в продукте – 4,3%. Держать такую породу в хозяйстве для получения молока невыгодно. Хотя для коровы мясного направления такие показатели молочной продуктивности вполне удовлетворительные. Основное предназначение коров лимузинской породы – получение мяса. При рождении телята весит около 40 килограммов. Некоторые фермеры выращивают телят до 6-8 месяцев и отправляют их на убои, так как к этому возрасту вес животных достигает 300-450 килограммов. При интенсивном питании бычки породы лимузин вырастают до 500-550 килограммов к 15 месяцам. Средний привес телят составляет 800 тысячу граммов в сутки. Племенные производители набирают массу тела более 1300 килограммов.